Приветствую вас! Давайте последовательно попробуем разобраться с тем, что у вас произошло. Значит, вы говорите, что у вас второй ребенок и испытанность немало и плохо, сами вы тоже сходите с ума от недосыпа, вам не хватает денег на все, условия проживания у вас ужасные и, в общем-то, муж не помогает, а бабочек и дедочек у вас нет. Ну, как я понял, в таких условиях вы живете уже не первый год, и второго ребенка, собственно говоря, вы зачитали уже в этих вот условиях, довольно нехороших условиях, надо сказать. Если есть вопрос к вам, тогда, вот, коль условия для проживания вашего плохие, и коль первый ребенок у вас непослушный, и коль муж вам совершенно не помогает, то зачем вы заводили второго ребенка? Это первое. Ну, вы же о чем-то думали, вы же на что-то рассчитывали, вы же как-то, ну, может быть, планировали, может быть, как-то выстраивали какую-то модель будущего, модель поведения и так далее. Вот. То есть я хочу сказать, что ситуация заключается в том, что какова субъективная сторона того, что вы делаете? Это не очень понятно. Далее. Очевидно, что вы попали в определенный тупик. Тупик. То есть тупик, это, сейчас односот, имеется в виду то, что вот в данный момент ваша ситуация крайне неудовлетворительна. Вот это вот я имею в виду тупику. И, конечно, возникает вопрос. Вопрос о том, а вот что же вам дальше сделать? Как вам дальше себя вести и как планировать вообще свою деятельность? Ну, и так далее, и так далее. Вот. И здесь, конечно, думается мне, что без помощи мужа совершенно не обойтись. То есть надо вам привлекать своего мужа к решению этих проблем для того, чтобы вместе с ним, совместно, в купе с ним, совместно с его усилиями, вообще говоря, определять, что вы вообще можете, на что вы можете рассчитывать, какое у вас будущее, как вы будете планировать там, например, ну, свой бюджет и так далее. То есть то, что происходит сейчас с вами, то, что происходит сейчас в ваших отношениях, то, что вот на данный момент, это же не идет ни в какие разки, не входит. И нужно подумать, как, просто для начала, как вы отгадались в этой ситуации, как вы попали в нее, как вы допустили то, что это стало возможно. Я хочу сказать, что вот вы говорите, мой муж мне мало помогает. Опять же, я понимаю, что ваш муж, может быть, вам мало помогает. Я понимаю, что, скорее всего, он действительно вам помогает совсем. Я в это верю, но и вы постараетесь тоже понять, со своей стороны, такую вещь, что если вам муж мало помогает, а точнее, совсем не помогает, то вы же как-то с ним все равно взаимодействовали, вы же как-то выходили за него замуж, вы же как-то соглашались жить на таких условиях и так далее, и так далее. И что, это очень важно. О чём вы думали, например, в этот момент? Это тоже такой очень важный вопрос. О чём вы думали в этот момент? На что вы надеялись, рады, что вот, когда заводили, например, ребёнка, первого, допустим, на что вы рассчитывали, чего вы хотели, как вы думали, будет развиваться ваша жизнь, и, самое главное, почему этого не получилось. То есть, почему ситуация сложилась совсем по-другому? Почему в итоге получилось так, что вы живёте вот в таких, ну, совершенно ужасных условиях? С чем это связано? Вот, пожалуйста, повторяйтесь об этом подумать. Это очень важно. И мужу своему вам нужно высказать претензии по этому поводу. То есть, сказать ему, но сказать спокойно, мол, дорогой, пойми, пожалуйста, пойми, меня не устраивает такая ситуация, мне не нравится, как мы с тобой живём и так далее. И если муж идёт вам на встречу, вы это обсуждаете, и всё хорошо, и так, ну... А если муж не идёт на встречу и не обсуждает, то вы, соответственно, думаете, а зачем вам, вообще-то говоря, такой человек нужен? Для чего он вам, и стоит ли он того, чтобы вы из-за него вот терпели весь этот ужас, который вы терпите сейчас? Ну, то есть, вот, я хочу, чтобы вы задали себе вот этот вот вопрос. На мой взгляд, он очень важен, этот вопрос. И, далее, далее, ситуация будет такова, что вы получите определённый результат. И через этот определённый результат вы уже сможете что-то делать для себя. Да, у вас уже появится какой-то ориентир в жизни, и вы сможете действовать так, как, например, вы сами для себя считаете важным, ценным и так далее. Вот. Либо вы будете рассчитывать на своего мужа, либо вы будете рассчитывать только на себя и так далее. Но необходимо более осознанно подходить к вопросу того, чего вы хотите. Самое-то вот то, что вы говорите, то, что вы пишете, это совершенно ужасно. Дело в том, что ваш муж, это одно, а ваш ребёнок, это совсем другое. И не нужно, как бы, мешать всё в одну кучу. Не нужно обменять во всём квартиру, мужа, детей и так далее. Вот. Ситуацию всегда можно решить. Главное, чтобы вы этого хотели. Главное, чтобы у вас было к этому стремление. Главное, чтобы у вас было для этого желание. Вот будет желание, и всё будет. Ну, а мы, психологи, вам в этом поможем. И для начала нужно всё-таки определить истоки проблем. Какие они, эти самые истоки проблем? Откуда берут они своё начало? И именно, именно исходя из того, какое у них начало, с ними работать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...